Девушки отдыхают Смотри на славной Руси Не скакать врагам по нашей земле Не топтать их коням землю русскую Не затмить им солнце наше красное Век стоит Русь, не шатается И века простоит, не шелох Не шелох Девушки отдыхают КОНЕЦ 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 Рос Алёша не по дням, а по часам. КОНЕЦ КОНЕЦ Алёша грамоте учился. Да ничего из этого не вышло. И стал Алёша учиться ратному делу. Ай-яй-яй-яй! Хе-хе-хе-хе-хе! Так в идее, ладно! Вот что ваш Алёшенька сделал! О! О! Хе-хе-хе-хе! О-о-о-о-о! Ой-о-о-о! Ха-ха-ху-ху-ху-ху Вот что ваш Алёшенька сделал! Ох-хух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А во времена те лихие повадились войска тугарские землю русскую топтать, да русских людей неволить. Прискакала сила черная собрать с жителей города Ростова дань немалую. Ну, что делать будем, россияне? Что же они, изверги, делали? Ой, ты лют ростовский! Ты послушай меня, Алешу, сына попа соборного. Да коли ж нам, людям русским, терпеть супостата недоброго. Защитим жен да детей своих. Постоим за землю русскую. Ты, если чё конкретно предложить хочешь, так говори. А ежели так языком чешешь, то слазь с бочки. Не дури людям головы. Тихон, друг сердешный, неси нашу мысль на бумаге изложенную. Представим её на суд людской. Хе-хе-хе-хе! Мы войска Тугаринские хитростью возьмём. Соберём им оброк золотом. Оброк тот положим в пещеру, что под Баюн горой. А как войска Тугаринская туда войдёт, то мы ловушку нашу камнем-то и прикроем. Хе-хе-хе! Так это золото мы как обратно из пещеры заберём? Золото? Так это... вот... А давайте подождём, пока там басурмане с голоду сдохнут. Ну, или ослабнут. На том и порешили. Спасибо, Господи, что ты не спасла Лёшке план нашего спасения. И стал люд Ростова собирать оброк золотой. У кого какое золото и драгоценности были, всё начисто снесли. Пойдёт, пойдёт! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, туда нам надо! Пожаловало племя по-шурманскому. Иго-чёрное. Недолго имперовать осталось. Сейчас отведают силушки богатырска. Навались! Ага, отведали силушки богатырской! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А я не понял. Это план такой? Да на кол их посадить! А? Смотрю на народ наш и диву даюсь. Откуда у них столько ненависти? То ли от голоду, то ли от бездуховности. Это они из-за золота так расстроились. Точно тебе говорю. Да, золото порчит людей. Так вот, Тихон! Покуда золото да имя своё доброе не верну, мне в городе делать нечего. Прощай, Тихон! Да, 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 да как же я тебя, Алёшенька, одного отпущу? Батюшка с меня голову скинет. Ты, Тихон, воротись домой и объясни всё батюшке с матушкой. Некому, кроме меня, тугарина змея одолеть. Ой, господи, да как же, без оружия, без денег, да без товарищей. Тьфу ты! Нельзя его одного отпускать. Пропадёт он сам. Где ж ты, сыночек наш? И Тихон пропал. Видать, побежал ему помогать. Воротица, с собой шкуру спущу. Да погоди ты, а как героями вернуться? Всё одно, спуску не дам. Видишь, план они придумали. Вот ведь нет слов. С голыми руками один, он будет тугарина бить. Но ничего, ничего, перехвачу за лесом. Они-то сны всякие снятся. Вот и давеча приснилась. Алёшенька наш вернулся. Да тихонько так, как мышь, в горницу прошло. Чув, слышишь? Не Алёшенька льворотается. Станет тебе, Алёшка, там, слушай. Птичка, видать, на крыше гнездом. Алёша. Кажется тебе, это ветер шумит. Далече собралась ягодка. Не могу я так, сердце моё разрывается. Пропадёт он сам. Сдался тебе этот путёвый. Чё с ним станется? А ежели и станется, так невелика потеря. Не пущу никуда. Ах, так? А тогда я косы обрежу и в монастырь уйду. Мужской. Ишь, чё удумала? Ишь, чё удумала? Ай! Сколько не спорили они, да только Любава на своём настояла. Правду сказать одну, её бабка не отпустила. С нею увязалась. Богатырь! Купи коня! Купи, не пожалеешь! Богатырский конь! Ай-да-ну-да-ну-да-най, радан-да-най! Ай-да-ну-да-най, радан-да-най! Ай-да-ну-да-най, радан-да-най! Ай-да-ну-да-на-ай! Усилище чёрное. Чуешь погибель свою скорую? Трепещи же племя басурманское перед богатырём русским. Да быстрее ты, кляча! Фу, все, не могу более. Надо мне отдышаться малость. Ты супостол, тлютый! Ответы-косилушки богатышкой! Тихон, ты почему здесь? Ты как хочешь, Алёша, а я с тобой пойду. Вдвоём дорога легче станет. Ты уж прости меня, не признал сразу. А ты чего это в таком виде? Я подумал, как богатырю без коня. Ну и купил. А чего у него морда завязана? Морда? Не знаю. Кусается, наверное. Наверное, зараза. Свобода! Наконец-то! Чуть родную речь не забыл. Ну чего, вставились? Говорящий конь! Верну без него, вселился. Опять. Ну почему всегда такая реакция? Чего вы разволновались-то? Успокойтесь. Дышите полной грудью. Вот так. Хорошо. Э-э-э-э! А вот это уже лишнее? Ах ты, демон! Яркриз! Бдитель! Ну, держись! Ну, держись! Чего? Слышишь? Уж не наших ли бьют? Что делать-то? Так на помощь бежать надо. Стой! Куда ж девки-то в мужскую драку? Зашибут и не заметят. А как же? А так, сначала схоронимся, а как помощь понадобится, то мы тут, как тут. Давайте спокойно всё обсудим. Да, я говорящий конь. Но ведь это же не повод для драки. Не слушай его. Отруби ему голову. Что значит, отруби ему голову? Да моя голова в сто раз дороже твоей. Я чего? Это она дороже. Да ты хоть читать-то умеешь? Представь себе. Не смеши мои подковы. И сколько же книг ты прочёл за свою жизнь? Так, всё, достаточно. Откуда ты взялся? Так он же сам меня у цыган купил. Да ещё сверх того дал рубаху новую, да сапоги. Кто? Я? А кто я, что ли? А ещё он меч богатырский цыганам отдал. Да ну, правда, что ли? Ну, вообще-то да. Я подумал, что тебе конь богатырский пригодится. Да, без меча туго придётся. И как же звать этого богатырского коня? Зовут меня Гай Юлий Цезарь. Ну, делай скидку на ваше образование. Можете звать меня просто Юлий. Это что ж за имя такое странное? Меня назвали в честь великого римского полководца и императора. Я ведь до того, как меня цыгане украли, при храме новгородском был. Там множество книг занятно хранится. Ну, стало быть, придётся теперь втроём нам путь нелёгкий держать. Что ж, служи мне верно, богатырский конь. Не оставь меня ни мёртвым, ни раненым, ни серым волкам на растерзание, ни чёрным вороном на расклевание, врагам на поругание. Где б мы ни были, домой привези. Там в кустах что-то есть. Тихон, иди посмотри. Эй, а почему я? Сам уйди. Ну, ты же здесь самый старый. Обытный. Свою же пожилу. Тебе надо, ты иди. А ну, кто там в кустах прячется? Покажись и прими вызов на бой, честный. Отведай-ка силушки богатырской. Мы сейчас копьё кинем. Не надо копьё. Любава, ты что здесь делаешь? Мы с бабулей от самого Ростова за тобой идём. Прости нас, Алёшенька. Только тревожно сердечку стало. Не сдержалась я. Да, что теперь делать? Видно, придётся с собой вас брать. Нам надо далее торопиться. А то мы ни Тугарина не сыщем, ни золота не воротим. Знакомьтесь, это Юлий, мой конь. Богатырский. Ну, чё вы уставились? Вы что, коня говорящего никогда не видели? А это Любава, её бабушка. А это Моисей, мой ослик. Да ну, правда что ли? А я думал, это скакун арабский. Помолчи, Юлий. Сам помолчи. Господи, с кем связались? А куда поддержать будем, Алёшенька? Вон, а где нечисть хоронится. Туда нам надо. Послушай, а может быть, есть другой путь? И вообще, чего нам туда идти? А, а, а! А, а! А! И решили они путь опасный вместе продолжать. Все трудности да невзгоды поровну делить. А что, Тихон, может, песню спеть? Настроение поднять? Давай нашу, богатырскую. Давай! Стоп, 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 ребята! Настроения и так никакого нет. А с такой песней и вовсе повеситься можно. Чем тебе песня не понравилась? Да разве это песня? Дай слезу. Не смешите мои подковы. Сейчас такого уже не поют. Вот, ловите ритм. И раз, 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 два, три. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, моста нет, на ту сторону не перебраться, идём обратно Стой, куда? Нет у нас пути обратного Пошли, я покажу Стой, окаянный, скажу наш тебе И ты кто такой-то? Не с тобой богатырь беседу ведёт И дети от такого умного взяли Да чего спорить-то? Давайте думать, как на ту сторону перебраться Я предлагаю так Значит, здесь простейший механизм Нам понадобится несколько деревьев Делаем расчёт Силы тяжести, силы ускорения Думаю, всё Ну, можно и так А это надёжно? Надёжно Нет, просто мы с тобой должны сохранить себя для подвига А то глупо будет вот так погибнуть Так, и что же ты предлагаешь? Ну, пусть первым пойдёт кто-нибудь постарше Поопытнее Что? Я просто забочусь об успехе компании Ну, где вы там? Давайте сюда Стойте! Почему? Все думают только о себе? Ну, чё о тебе, окаянный? Мне ничего А вот и Моисея вы подумали? А при чём здесь Моисей? Интересные вы люди Как он пройдёт по бревну? Он же осёл Я тоже боюсь по бревну идти Тьфу! Да, вот это женщина Слушай, Тихон, ты присмотрись А что, будешь как за каменной стеной? Ты вообще по хозяйству? Спасибо тебе, Алёшенька Так, Тихон, теперь ты иди Тихон Тихон! Я высоты боюсь Ну, что вы там? Быстрее! Сейчас! Тут Тихон высоты боится! А ты, когда пойдёшь, вниз не смотри! Я не могу не смотреть О, я знаю, что нужно делать Ты глаза закрой И то, верно Ну, смелее, иди Давай, давай, Тихон У тебя получится Смелее! Молчите все Командовать должен кто-то один Давай, давай, Тихон У тебя получится Смелее Спокойно, Тихон Сейчас они тебя спасут Ну, тихо Ну, что вы на меня смотрите? Спасать его кто-нибудь будет? Тихон! Алёшенька! Любово! Нечем меня спасать Чай не утопну Ну вот, а то всё Юлий, Юлий Туда пойдём Нужно у добрых людей путь разведать А вдруг не добрые? А совсем дашь наоборот Да что гадать-то? Нужно разузнать Правильно Нужно, чтобы кто-нибудь сходил в разведку Может быть, ты сам исходишь? Хорошо Но в чём же тут логика? Какая ещё логика? Да вот темнота Всё очень просто Алёша богатырь Он главный герой И погибнуть не может Я, его богатырский конь Любава Невеста героя Они должны пожениться И всё такое Моисея я не отдам Потому что он мне нравится Вот и получается Либо ты, либо бабка Ну-ну-ну, полегче Чего вы так завелись-то? Да пустите вы меня Хорошо, пусть сходит Любава Ой, а где Алёша? Вертай взад Вертай, тебе говорю Вот непутёвый Эй, идите сюда Здесь никого нет Дядька Так это Дом Уж не самоволец Святогора Да Точно Его дом Слава, да и богатырь был Интересно Тут пожевать что-нибудь есть? Что такое? Ничего нет Тебе б только пожрать А ты мне в рот не заглядывай А ты мне не укаживай, понял? А ты меня на понял не бери, понял? Да ладно вам Отдохнём немного И в путь Да как же ты так? Ты не ушипся, Алёшенька Я читал в книге, что голодание считается лечебным только после хорошего ужина Недостаток пищи в молодом организме способствует скорейшему отмиранию клеток головного мозга Если таковые имеются Такое впечатление, что меня никто не слышит Ну конечно же, я всего лишь конь Хорошо, что ты предлагаешь? Боже мой, кто меня окружает? Ты же богатырь в конце концов Возьми лук, пойди в лес и убей кого-нибудь Моисей! Моисей соберёт дров, ты огонь разведёшь А Любава с бабулей поесть приготовит Интересно, что всё это время будешь делать ты? Да, вот именно Ну вы смешные! Я же богатырский конь! Вдруг завтра бой, а я уставший Тьфу! Светогор Вы кто такие? Чего надобно? Прости нас, богатырь славный за дерзость нашу Заглянули мы к тебе случайно Сами из Ростова путь держим Ищем войско тугарское Обидели они нас Опять тугарин? Слушай, ты б спортом занялся что-ли? Нет, ну правда Что ж, чем смогу, как говорится, подсоблю? Ну, держись, тугарин Теперь-то мы его с двумя богатырями Какими двумя богатырями? Вот наш богатырь ростовский Алёша Папович Ай, а... Да? А он что, не мой, что ли? Да я это... Ох, и накажем теперь тугарина подлого За то, что он у нашего города золото забрал Распоясался тугарин, змей Не то, что раньше Вот, как сейчас помню Я ведь тогда отрядом командовал Или нет По-моему, уже дружины Ох, и дали мы тогда тугаром А сейчас, видишь, как стар я стал Да немощен Стар стал Да немощен Да, погодите-ка, тугарин Золото Так я ж их видел Правда? Где? Сейчас, сейчас Припомню Значит так Я стоял возле леса А тугарский отряд В аккурат неподалёку с золотом проходили Заснул Да ну Не, ну посмотри, ну Да, точно Заснул Эй, богатырь! Что? Где? Отсель не видать Тише, тише Дальше-то что было? Что было? Вы кто? Я Святой Лука А это пророк Моисей Юлий, перестань Вы нам про тугар рассказывали Помните? Про золото А, ну да Золото было В каком годе, не помню Но мы с похода возвращались И князь нас золотыми червонцами наградил А, так они ж у меня ещё остались Вот Да не то это золото Эх, незадача Как же нам тугарина сыскать? Тугарина? Так я вам помогу Я ж его войско недавно в опушке видел Я и дорогу короткую знаю А чтоб тебе сподручнее было На-ка вот Держи меч, кладенец У меня уж не та сила в руках А тебе как раз в пору станет Спасибо тебе, Святогор За подарок твой Спасибо Богатырь русский Укажи нам дорогу к тугарину Сделай милость Ну, с Богом Пойдёте на эту яркую звезду До скалы одинокой Её обогнёте И по тропе в гору подниметесь Тогда вы аккурат в пещере и выйдете И направились герои по пути Что славным богатырём Святогором Указан был Да, смешу Вот она, пещера. Может, на всякий случай за руки возьмемся? Хм! Да тут невысоко! Нам туда. Давайте за руки возьмемся. Может, не надо, Алешенька? Почему? А-а-а! Я темноты боюсь! Юлий, слезь с меня! О! Раньше здесь, наверное, змей Горыныча питал. Иди давай в библиотеку. Холодным каким-то повеяло. Точно! Могильным! А, смотрите! Я же говорю, что тугарцы где-то рядом. И стрела ихняя. Ничего себе стрела! Да это же целое копье! Ой, мне нехорошо. Я пойду обратно. Или нет, давайте все пойдем обратно. Терпи, Юлий, терпи. А вам не кажется, что пещера сужается? Так и есть. Так, я сразу хочу предупредить. У меня клаустрофобия. Чего? Это боязнь замкнутого пространства. Перестань, Юлий. Нет никаких причин для паники. Паника? А кто говорит о панике? Это я так. На всякий случай. Ну, давай, двигайся. Чего встал-то? Я не могу пошевелиться. Меня прижал камушек. Эх, похоже, он застрял. Не понял. Погодите-ка. Так вы хотите сказать, что я могу провести остаток своих дней в этой темной сырой пещере? Так, а вот теперь я вам покажу, что такое настоящая паника. Не нужно. Сейчас мы попробуем тебя вытащить. Помогите! Сос! Кто-нибудь спасите богатырского коня! Я не хочу умирать! Моисей, друг, позаботься о моей семье. Успокойся, Юлий. У тебя нет никакой семьи. О, боже! У меня даже нет семьи! Я еще так молод! Жрать меньше надо, вот что. Господи, как это низко указывать человеку на его недостатки в критической ситуации? Слышите? Тугари! Точно, Тугари! Их наречие! Ну, пришел час! Сейчас они отведают силушки богатырской! Не ходи, Алешенька! Эй! Погодите, так ведь это... Не может быть Все правильно, дядька Здесь он их и видел Верно Когда они золотом уезжали Не расстраивайся, Алешенька Может, еще нагоним Я чуть не понимаю, в чем проблема? Вы что, обратно пришли? Да что ж за напасть-то с этой пещерой? Вот так-то Теперь уж никого из богатырей русских Насмех из-за тебя не поднимут Постой Так это ж камень указательный Да ну Тихон, давай читай Тихон, ты не торопись Сосредоточься Мы пока лагерь разобьем Клянишку трой дочитаешь Да я просто зрением слаб стал Вот Ну понятно Тогда, может быть, ты сам прочитаешь? Да чего там читать-то? Так и написано Налево пойдешь, богатым будешь Направо пойдешь, женатым будешь А кто прямо пойдет, тот смерть свою сыщет Прямо Так вот нам куда нужно-то Прямо Ну что, пошли? Ты где камушек-то взял, Алешенька? Вот это место Пойдемте быстрее Как бы не опоздать Вы чего? Да что же мы от судьбы-то бегаем, Алешенька? Вот оно, счастье-то наше Написано Женатым будет А как же Тугарин змей? А как же Слава богатырская? А как же я? Мне уже 16 лет А я еще в девках хожу Давай, гляди, старой девой останусь Да ты просто боишься серьезных отношений Кто? Я? Да, ты А как же золото? Кстати, про золото Здесь вот написано Богатым будешь Так зачем же нам рисковать? Я слыхал, что этот Тугарин серьезный парень Вдруг я погибну в бою Или калекой останусь Нет, рис, конечно, дело благородное Но ничто не подчеркнет моего благородства лучше Чем дорогая сбруя и золотые подковы Да нет же, Юлий, ты не понял Суть не просто в золоте А в том, чтобы люди в нас поверили Понимаешь? Чтобы нас уважали Не смешите мои подковы Ничто так не украшает человека, как толстый кошелек А вера, уважение Да и любовь тоже приложится Ты говоришь не как богатырский конь А как торгаш с базара Минуточку Каждый имеет право на счастье Ты это про что? Про то, что каждый получит то, что желает Ты говоришь глупости, Юлий А ты не уважаешь мнение других Ну что же Не думал я, что нам расстаться придется Да видно, такова судьба Идем же, Тихон Сами управимся И не ищи меня Понял? Я за другого замуж пойду И у меня будет пять Не, не пять А десять детей И хозяйство будет И муж умница Такое, что Ух! И он будет любить меня И мы будем жить счастливо И умрем в один день Нет Мы вообще никогда не умрем Идем, бабушка Сыщем настоящего жениха Не то, что этот Да где это видано? Чтобы баба мужику указом была Да Ты ж ты моду взяла Поперек моего слова идти Вот это верно Я боюсь серьезных отношений Ха-ха Да я себе в зеркало не улыбаюсь От того, что серьезный такой А то Подумаешь? Да я себе столько невест еще найду Точно Да что ты все время поддакиваешь? Да не поддакиваю я Ну так давай, говори Пабе, спуску давать нельзя Да Негоже поперек мужского слова идти Вот это верно Да ты когда к зеркалу подходишь Сам к себе не улыбайся Да что, у тебя своего мнения нет? А чего-то нету, есть? Ну ты давай мне его Я думаю, что вы не пара Правильно Ну и что? Что она первая красавица на весь Ростов Верно Подумаешь, умница да мастерица сыскалась Да Ну и что, что ты ее любишь до спорти? Угу Ну и женишься на другой Ну и будешь несчастенцу жить Что с того-то? Да Проживешь как-нибудь Дядька Мне без нее плохо Жить без нее не могу Люблю я ее Хе Вот разбогатею Женюсь И осяну Хватит с меня этих богатырских приключений Устал? Куплю себе дворец С большими конюшнями Или два Так, куда же дальше-то? Эд, вы не знаете, где богатство? Желаешь разбогатеть, странник? Кто здесь? Только сегодня и только здесь Самый большой приз Два полцарства Рискни и почувствуй удачу на вкус Ну, хочешь сыграть? Ага На что играть будешь? Эм На подковы На подковы Так на подковы Положи подковы сюда И угадай число От одного до десяти Все очень просто Я загадываю Ты отгадываешь Итак, ваше число Эм Три Правильно Ваш выигрыш составил Десять очков Попробуйте еще раз Хм Конечно Это же так просто Итак Делайте ваши ставки Эм Опять подкова Что ж Принято Ваше число Пять Опять правильно Еще десять очков Да вы просто везунчик какой Эх Везунчик Да удача Мое второе имя Давай еще Итак Делайте вашу ставку Ай Играю на все Принято И число Два Мне нравится этот парень, он опять выиграл Ребята, сегодня не ваш день Он думает, что я слабохарактерная Верно, так и есть Я себе еще сто штук таких, как он, найду Легко Даже лучше Это точно Да мне никто не указ Это факт Ба, что ты со мной соглашаешься во всем? Так нежели тебе слово скажешь А ты говори Алешка этот, непутевый Правильно От него одни только хлопоты Точно, ба Вот выйдешь замуж за первого встречного И будешь с ним жить Ну и буду Будешь от него всю жизнь взгляд воротить По ночам в подушку будешь плакать Алешку своего вспоминая Не буду Ба, он мне нужен Я без него не могу Люблю я его Сорок очков Сорок очков Сорок очков Всего Каждое miejsce Ставим во время сыграть супер игру И выиграть два полцарства Да, да, пришло время, давай, давай Итак, ставка 100 очков Да, 100 очков, но у меня всего 40 Хм, дайте-ка подумать Хорошо, 40 очков и твоя шкура Моя шкура? Твои два полцарства Согласен, по рукам Итак, ваше число Так, 5 было, 3 было, 7 и 9 было Значит, по теории вероятности 8, да, точно, 8 Жаль, но вы проиграли Эй, ребята, снимите-ка с него шкуру Погодите, я прошу об отсрочке Мне нужен кредит У меня большие связи Да за мной весь Новгород стоит О, на тропа в сторону пошла Погоди аккуратно, а ихнюю дорогу попадем Быстрее, тихо, за мной Любава Алешенька Я должен тебе сказать Вот это я тебе должна сказать Не спорь со мной А ты не перебивай меня Ребята, как я рад вас видеть Я понял, наша сила в единстве Только вместе мы достигнем нашей высокой цели Дружба, вот наше настоящее богатство Трепещи же войско-тугарское На тебя конь богатырский идет Ну, не будем терять ни минуты А то золото кто-нибудь другой заберет Я хотел сказать, тугарина Кто-нибудь другой разобьет Короче, вперед, друзья К подвигу К подвигу К подвигу К подвигу Олешка, дурак К подвигу К подвигу К подвигу Долго ли и коротко ли шли герои нашей дорогой своей нелёгкою, а только вечером добрались-таки до лагеря Тугарского. Стали думать, как Тугарина победить, да золото ростовское во своясь вернуть. Ну, пробил час отведать супостату силушки моей богатырской. Погоди, дружок, мне что-то так можно, бесплану-то. И то верно, нельзя бесплану-то. Я тебе удивляюсь. Ты когда-нибудь слыхал про тактику, про стратегию? Главное для нас это наблюдение и выдержка. Чего тут смотреть-высматривать? И так всё понятно. Заходим с четырёх сторон и... Подождите. Я думаю, что в такой ситуации каждый должен иметь право голоса. Ты это о чём? Мы с Моисеем... Мы с Моисеем считаем, что лучшая битва это та, которой не было. Опа. Чего? В мире сейчас всё решает дипломатика. Может, стоит поговорить с этими ребятами, найти к ним подход, сыграть на их чувствах. Ну, хорошо. Тогда ты и иди. Нет. В этой ситуации должен идти Моисей и Тихон. Моисей не такой вспыльчивый, как я. А Тихона не жалко. Шучу, шучу. Ну, согласись, на него же без слёз не взглянешь. Ну, у кого на такого рука поднимется? Всё, хватит. Надоело. Ночью проберёмся в их лагерь и заберём золото. Вот это по мне, вот это по-богатырски. А ночью вы без меня справитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тихон. Дима Тихон. И-го-го-го-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Тише ты, окаяня! Всё, всё, рыбака! Отпустите меня! Я себя контролирую! Ой, что ж он Ирод золотом сделал? Что-то не так. И как мы людям в глаза посмотрим? Да в чем дело-то? Мне что так можно с чужим добром. Да объяснит мне хоть кто-нибудь, что здесь происходит? Золото как золото. Ну переплавили, так что с того? И как же мой зуб-то теперь сейчас искать? Вы чего шумите-то? Ну не могу я так. Что мы воры какие что ли? Мы за своим пришли. А ну вставайте, басурмани, на бой честный. Отведайте силушки богатырской. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Ой. Ой. КОНЕЦ Оношенька! Место есть? Нет, нет, нет! Занят столь! Не упал Упал Фу, кажется, отбились Помогите! Найдёшь меня у старого дуба Принесёшь золото Верну девчонку Так, Тихон, бабуля Давайте-ка берите Моисея и везите золото домой, в Ростов А мы с Юлием поедем Любаву спасать Нет, я тоже с вами за Любавой Да поймите, бабуля, вы нам только обузой станете А времени терять нельзя Так, стоп-стоп-стоп То есть ты хочешь сказать, что мы вот так запросто доверим этим типам золота? Каким типам? Я тебе удивляюсь Ты совершенно не разбираешься в людях Ты внимательно на них посмотри Ух, просто мороз по коже Это же настоящая банда Преступная шайка Да они втроём страшнее Тугарина Возьмут золото и... Не понимаю Да что тут понимать Если взять эти деньги и разделить на пятерых На четверых Нет, на троих Тихонус бабка И одной долей А что, им жить меньше осталось А как же народ ростовский? Ха-ха, не смеши мои Какой народ? Народ, если я не ошибаюсь, вас на кол хотел посадить Ой-ой-ой-ой-ой-ой Слушай ты Если ты сейчас не заткнёшься То я отдам тебя Живодёрам И они из тебя мигом Колбасу сделают Вот за это я его и люблю Не поддался на провокацию Ну, чё встали? Пошли, пошли Там народ в Ростове совсем зажрался Заждался Не гоже на малюшенька Тебя бросать одного А я о чём? Все вместе должны идти Нет Второй раз золотом людским Баловать не станем По-моему будет Едем Ой И всё-таки неправильно было их одних отпускать Да уж, сами вряд ли управятся Что ж делать-то станем? Я вот как думаю Мы золото князю Киевскому на сохранение оставим Здесь на Киеву рукой подать А сами Алёше на подмогу пойдём Знаешь, я всё хотел тебя спросить по поводу той фразы Какой фразы? Ну той про живодёров Ты что, правда мог отдать меня живодёрум? Ну Понимаешь? Так, подожди, подожди Я просто хочу услышать Да или нет? Ну Нет Фу А я ведь тебе почти поверил И глаза у тебя были такие натуральные Ой Ой, слушай А ты не мог бы пройтись пешком? А то спина так разболелась Да Тяжёлая нам выпала доля Не всякий выдерж А ничего Зато народ ростовский доволен будет Ну вот и добрались ГРОСТОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Отрубите им головы. Интересно, как там Тихон с Моисеем добрались ли? Ой, да я вот и сам волнуюсь. Доверили им золото, а оно людское. Нет, ну Моисей, я, конечно, уверен, он нормальный парень, но Тихон... Запомни, Юлий, я доверяю Тихону, как себе. Да он не вообще как брат. Просто они такие беззащитные. Не вели казнить князя, вели слово молвить. Давай, чего там у тебя? Пришли мы к тебе от народа ростовского, великий князь киевский. И какая же нужда вас привела сюда? И поведал Тихон князю киевскому историю про то, что не перевелись еще на Руси богатыри лихие. Да только пока Тихон дело начатое не завершит, Тугарину подлого не накажет, Да Алешку с Любавой из беды не вызволит. Некому за золотом присмотреть. Вот Тихон и бьет чулом. Да, интересная история. Вы только поглядите, какая штуковина. Да, Шар, любопытно. Я бы сказал, оригинально. Да как ты говоришь, тебя зовут? Нам бы это, дружинников отрядец. Да золото у тебя, князь, на сохранение оставить. Людей дать не могу, сам понимаешь. Время неспокойное, а у меня каждый дружинник на счету. А золото оставляй, как есть, сохраню. А как же, я же не князю киевскому. Да кому вера-то? Это такая вещь, что ей постоянная охрана нужна. И на том спасибо тебе, князь. Ступай себе с Богом. Интересно, и откуда у нас то и столько золота? Да где же этот дуб-то? Извини, но мне отсюда не видно. И вообще, ты уверен, что это хороший план? Нет. Но другого у меня нет. Значит так. Тугарин дает тебе любовь, а ты отдаешь ему мешок с золотом. Погоди, но в мешке нету золота? В мешке сижу я, и ты отдаешь меня Тугарину? Так, остановись, выпусти меня. Да все будет нормально. Нет, сейчас же выпусти меня, иначе я начну истерику. Сказал, что не брошу тебя. АААААААААААА! Где моё золото? Э, где золото? Я знаю. Но сначала я хотел бы узнать свою долю. Попался. Я знаю. Золотом надо делиться. Ага. И про золото что-то говорит. Как насчёт тебе 40, а мне 60? Что думаешь? Хорошо, хорошо. Пополам. Эй! Это наша лошадь. Любава. Алёшенька. Алёша! Извини, Любава. Я должен Юлию помочь. Вы кто такие? Неважно. Это наша лошадь. Я Тугарин змей. Слышали, Бродакова? Ну, слыхали. А только конь наш. Он нам денег должен. Что? Этот конь мой. Он знает, где моё золото спрятано. Мужики! Мужики! Это мой конь. Ты-то кто такой? Я богатырь ростовский. Алёша Попович пришёл слово своё держать. О! Богатырь! Где моё золото? Оно не твоё. Верно. Золото наше. Алёша! 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 Алёшенька. Не упал. Алёшенька. Алёшенька. Ничего не помню. Не мудрено. Тихон, бабуля, а вы оказались здесь как? Не волнуйся, Алёшенька. Мы всё, как ты велел, сделали. Золото князю Киевскому на сохранение оставили, а сами решили тебе помочь. А вы аккурат, вовремя поспели. Нужно его связать, покуда не очнулся. Очнулся? Это пока ему не грозит. Ну, как ты? Ну вот, сейчас золото заберём и домой направимся. А на Тугарина пусть народ киевский любуется. Угу. 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 Зрав будь, княжа Киевский. Здравствуй, здравствуй, богатырь Ростовский. Проходи. Присаживайся за стол. Будь моим гостем званым. Не прими за дерзость ясной княже, да только некогда мне пировать. Ждут меня люди ростовские, ждут со скарбом своим, тугарином подлом отобранным. Ну что ж, как знаешь, надо так надо. Ступай себе с Богом. Так что вы говорите дальше-то было? Не серчай, князь Великой. Да только ты верно запамятовал, что золото ростовское у тебя на сохранении находится. Да-да, припоминаю. Эй, там! Принесите богатырю его золото. Не гоже, князь, людей простых обижать. Так нежели я обидел кого. Только за хранение свою дольку взял. Что ж, князюшка, вдоволь-то надо мною потешился. С чаемой черед пришел шутки шутить. Отведай-ка силушки богатырской. Постой, постой, богатырь ростовский. Не горячись. Вижу я, как норов у тебя крут. Мне как раз такие дружинники нужны. Оставайся, Алеш. Будешь сыт, одет, да ласкую княжескую. А дарен. Не гневайся, князь Киевский. Да только ждут нас дома, в Ростове. А без золота нет нам пути обратного. На том и порешили. А золото князь вернул. Тугарина Алеша князю Киевскому в подарок оставил. Князь того в клетку посадил, чтоб народ Киевский тешить. А народ любит потешиться. А, интересно, за наши подвиги нам доли от золота не положено, случайно? Ну, или титул какой? Ну, здравствуй, отец наш Ростов. Добыли таки мы обратно золото людское. Добро пожаловать в Киевский тюрьм. Услышал Господь нас! О, глядите-ка! Непутевый вернулся! Да, тебя здесь уважают. Ой, гляди-ка! Колечко моё! Не твоё, а наше! У тебя золото отродясь не было! Отойди! Батюшку, пустите, батюшку! Ох, и молодцы же мы! Ну, я тебе помог. Помоги и ты мне. Мне там одно дерево, четыре подковы должно. Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит, Русь, не шатается. И века простоит, не шелохнётся. Русь! Дили-ди-ди-ди-ди-ди, дай-да! Дили-ди-ди-ди-ди, дай-да! Ай! Хай-й-й-й! Хай-я-я! Хай-я-я-я! ДИЛИ-ДИЛИ-ДИЛИ-ДА-ИДА! ДИЛИ-ДА-ИДА! ДИЛИ-ДА-ИДА! ДИЛИ-ДА-ИДА!